Понимаете, эта ситуация, опять же, это в продолжении предыдущего разговора об институте репутации. Вот вы говорите, а почему вы с ними конструктивно не хотите говорить? А я вам объясню, почему вы. Вот представьте, что, значит, у жены там 20 лет муж алкоголик. Он ничего не делает, только бухает, все из дома несет и продает, чтобы выпивку купить. И она ему начинает, говорит, муж, а давай с тобой конструктивно поговорим. Про искусственный интеллект, крипту там. Муж говорит, да, да, значит, но только я в магазин сейчас сбегаю, ладно. И так 20 лет. Вот что любая нормальная жена в этой ситуации, что она, даже еще раньше, чем у нас просто народ терпеливый, да, она скажет, ну хватит, хватит. Вы уже нам 20 лет болтаете про искусственный интеллект. Вы уже 20 лет болтаете про диверсификацию от сырьевой зависимости. И я могу вам дать просто огромный список, про что они болтают 20 лет, а жизнь становится не просто хуже, а Россия сейчас идет на мировой рекорд имени Гиннесса, да, потому что стран, в которых больше 10 лет экономика не растет и не собирается, их не так много. Экономика это такой зверь, понимаете, вот его как не бей там и не загноби, она все время пытается пробиться, значит, как росточек через асфальт и все-таки вырасти. Потому что предпринимательская жилка, людям хочется заработать больше и так далее. Это надо обладать поистине уникальными способностями из одного там неправильного места растущего, чтобы у тебя больше 10 лет экономика не росла. Но любой разговор об этом они пресекают, потому что им надо сходить в магазин. Любой разговор о том, чтобы куда-то двинуться, хоть в плане искусственного интеллекта, хоть в плане чего. Чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что вместо того, чтобы посмотреть, а почему в других странах развивается искусственный интеллект и каким образом это происходит, они назначают какого-нибудь Чемезова или какого-нибудь Усманова или какого-нибудь Ротенберга и говорят, вот мы тебе поручаем работать с искусственным интеллектом. А Ротенберг приходит и говорит, а у меня смена триллиона рублей. Они говорят, ну хорошо, забирает у нас триллион рублей, Силуанов бегает с собаками за самозанятыми, чтобы у них по полторы тысячи собрать и отдать в этом Бергу на искусственный интеллект. Из чего вы знаете прекрасно, что потом получается? Мы это все знаем. У нас же есть 20-летний опыт попыток работать с ними, поэтому хватит этого алкоголика. Пора отправлять в наркодиспансер. А можно найти себе нормальную. Вот, собственно, весь смысл, о чем разговор.